Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, окончание недельной главы Корах. Главы о самом богатом человеке, который описывался в Торе. И нам не зря это подчеркивают. Это история того, как живут люди, получая деньги. Корах хотел возвыситься и получить власть, которая не дана ему была Всевышним. Затеял ссоры, раздоры. Это прототип богатого человека, который на основании только того, что он что-то заработал, считает, что ему позволено все, что у него есть именно решающее мнение по любому вопросу. Это огромная проблема нашего мира. Не зря говорили мудрецы, деньги хорошие слуги, но плохие хозяева. Вообще, обратите внимание, что происходит сейчас в мире. Человеческие пороки очень быстро превращаются в нормы. А там уже далеко, совсем недалеко до обязательности. Посмотрите, что делается. И когда мы считаем, что нас это не касается, то мы сильно ошибаемся. Вообще, обратите внимание, в двадцатых годах девятнадцатого века соотношение между доходами самых богатых жителей земли и самых бедных было примерно один к трем. Три к одному, точнее, правильно сказать. В девяносто первом году соотношение было до, по оценкам экспертов, восемьдесят шесть к одному. Анализ, проведенный институтом при ООН, показал, что, например, в 2000 году один процент самых богатых людей владел сорока процентами всех денежных накоплений в мире. Финансовые активы трех человек, занимающих самые верхние строчки в мировом списке богачей, превышают активы сорока восьми стран вместе взятых. Никогда в истории человечества не было такого вопиющего дисбаланса. Еще никогда так много богатства не находилось в руках столь немногих. В результате у супер-богача появилась новая проблема. Теперь не знаю тут, как корох. Ему скучно стало. Куда тратить деньги? Покупают там трехсотметровые яхты, строят какие-то острова. В Западе сейчас есть специальность организовывать такие сказочные мероприятия для очень богатых людей. Там, я не знаю, я массу интересных всяких историй знаю, но она не касается нашего робота. Один, значит, Стиви Вандера заказался за пять миллионов цел. Это последние такие. Что он приехал со своей компанией там в Шейх один приехал сейчас в Нью-Йорк, потребовал, чтобы все было золотое. Он на золоте. Лимузин, ванна, водопроводные краны и так далее. На природу он поехал захотел из чистого зола удочкой ловить рыбки. Ну, то есть, короче, сумасшествие полное. И вот чем больше денег у человека, тем безумнее он может себя вести. И взял корох написано. В первом стихе написано сегодняшнее раздела. Нет дополнения, которое положено. Взял корох то-то там. В переводе обычно употребляется это совсем иначе. Что взял корох непонятно. Скорее всего, вы решите о том, что корох, ну, как бы сказать, целиком во власти одной идеи. Брать и присваивать. Именно поэтому, несмотря на ученость, высокий статус, богатство, он организовал бунт против Маше. Вот люди почему-то, которые владеют, вот как мы говорили, огромными богатствами, они хотят еще и еще и еще. И финал был показательным и справедливым корохом. Из-за своей ненасытной страсти поглощать все он сам был проглощен устами земли. Нам надо знать одно. Мудрецы написали. Иногда бедность и богатство, так же, как и другие обстоятельства жизни, являются только инструментами для выполнения именно конкретным человеком своей жизненной миссии по раскрытию божественного света. Именно его, именно такое, именно в таких обстоятельствах. Знаете, написали наши мудрецы, что когда тебе кажется, что жизнь трудна, пойми просто, что бог слишком любит тебя слишком сильно, чтобы оставить тебя вот таким, как ты есть. Он не может позволить тебе оставаться таким, как ты есть сейчас, потому что тебе предназначено быть другим. И вот мы не видим этого, нам кажется все тут не то, тут не то. А на самом деле это все части нашей миссии. И именно в трудные моменты, когда проходит проверку нашей воли, там, наши намерения, ну, бог буквально вручает нам возможность вырасти именно в реализации своего потенциала. Потому что богатство это не то, в какой шубе ты ходишь. Это не то, на какой машине ты ездишь. И даже не то, какой крутой телефон у тебя в руках. Богатство это дети, здоровые, уважающие их родители, надежные друзья, крепкое плечо любимого человека. И вообще вот, вы знаете, вот человеку я уже говорил, полезно раз в месяц ездить в больницу. Я вот недавно был, вы знаете, это кошмар, который ты видишь, это ужас. Ты вдруг понимаешь, что богатство это, если вы способны видеть, ходить, говорить, если вы способны любить, и каждое утро встаете сами с постели, вы сказочно богатый человек. И вот это вот нужно понять, и об этом нам рассказывает глава Корах, а не гонка за бесконечным и безнадежным. У нас шаббат. Очень хочется, чтобы этот шаббат прошел спокойно, мирно и, вот знаете, с улыбкой. Брахавая цлаха, хорошего шаббата. Меньше неприятностей и больше улыбок. Брахавая цлаха. Функтом Функт Функт Продолжение следует...